Всех приветствую. Сегодня я буду делать вот такой вот винт для авиационного микродвигателя. Наподобие вот этого. Но этот винт будет не деревянный. Он будет выполнен из металла. Металл дюралюминий D16T. Металл дюралюминий Д16T. Металл дюраляминий Д16T. Теперь отмечаем по шаблону контуры будущего винта. Совмещая осевые линии, проводим по шаблону чем-нибудь острым. И теперь переворачиваем в зеркальном отображении. Вот такая картина у нас получилась. Далее нужно будет также нарисовать контуры и вот здесь. Отчертил маркером те участки, которые нужно первоначально снять. Сначала придется снять вот эти участки, потом заново начертить. Снять винт и снять по контуру. Предварительно обработал на наждаке и сделал заготовку лодочкой. Здесь углы были резкие, я их немножко скруглил. Теперь заново нарисую контур, дорисую его по осевой линии и буду снимать уже с этой стороны. Потому что здесь уже готово. Шаблон сделан из авиационной фанеры. Фанера тоненькая, гибкая, поэтому можно делать обводы. Звучит музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Промежуточный этап в изготовлении винта готов. Обычно, когда делаешь деревянный винт, это уже что-то типа половины, а то и больше. Ну а теперь, друзья, самое основное. Закрепил винт на оправке. Сделал здесь две метки. Сейчас вам покажу. Сначала буду обрабатывать нижнюю сторону винта. Обычно на ней больше съем происходит материала. Поэтому буду ее обрабатывать изначально. Здесь отметил линией. Дал линию, чтобы примерно знать, сколько снимать. А здесь оно должно сходить на нет. То есть вот эта часть, она останется заостренную. Продолжение следует... Теперь, друзья, осталась не такая уж и сложная задача. Нужно сверху ободрать металл. Точно в том же стиле, что и снизу. Только сверху оно должно быть закругленное. Так что сверху снимать немножко меньше и дело будет попроще. Снимается точно по острую кромку. Но можно немножко меньше, чтобы она не сильно острая была, чтобы иметь возможность запускать. А здесь берется примерно одна треть. То есть такая окантовка. Примерно вот такая. На случай, если вы тоже будете делать металлический винт. Шучу, конечно. Точно таким же образом делаются и деревянные винты. Так что может пригодиться. И вот так ровно мы снимаем с одной и с другой стороны. А потом нужно будет все закруглить, все кромки скруглить и сделать красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. Вот такая, ребята, получилась красота. Я думаю, вы его еще увидите в деле. Этот металлический винт, сделанный из дюрали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На вот этом самом двигателе. Что-нибудь я с него смастерю. Сделаю какой-нибудь или самолет, или еще что-то тяжелый. Этого бы видео не было, если бы не один комментарий, в котором один из подписчиков предложил мне сделать металлический винт вместо деревянного. Видимо, он это предложил в шутку. Но я принял этот вызов. И мне самому стало интересно, смогу ли я сделать. Сделал я где-то за 3-4 часа. Точно время не засекал. Ну и как видите, получилось очень даже ничего. Обратите внимание, что я очень пристально слежу за вашими комментариями. Так что, ребята, пишите обязательно в комментах интересные идеи по воплощению разных безумных идей. И возможно, именно ваш комментарий сыграет, и я воплощу в жизнь вашу задумку. На этом все. С вами был Игорь Негода. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok